Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Шавоа Тов! Хорошей недели! Чтобы у всех была у нас хорошая, прекрасная неделя, полная Торы, добрых дел и всяких других хороших вещей. Хорошо, дорогие друзья! Значит, мы изучаем сейчас недельная глава, начинается уже вторая недельная глава, Ноах. И, значит, недельная глава, Ноах, она, давайте я подведу итог первой главы Берешит. Значит, в первой главе недельной Берешит нам рассказал Всевышний о том, что как был сотворен мир, как был сотворен первый человек, как была сотворена женщина, как они изначально были в таком месте, которое называлось Ганеден рай, и как Всевышний дал им одну заповедь всего, да, от дерева познания добра и зла не ешьте. В тот день, когда вы поедите от дерева познания добра и зла, вы станете смертными, сказал им Всевышний. И они поели, и они были изгнаны из рая и стали смертными. Когда они стали смертными, у них появилось, родилось два сына, Каин и Эвель. Каин убил Эвеля, представляете? Потом, значит, после того, как Каин убил Эвеля, еще хуже все началось, они начали служить идолам, они начали вообще полностью нарушать все, что Бог сказал людям делать. И в итоге остался из праведных людей на земле один Ноах. Один человек остался, Ноах и его семья. И Всевышний сказал, что все, значит, я вынужден мир уничтожить. Мне очень жаль, что люди выбрали такой путь. Ну, значит, мне придется стереть тогда мироздание. И заново от Ноаха пойдет новое человечество. И был потоп, и от Ноаха, значит, пошло новое человечество. Вот мы сейчас дошли до недельной главы Ноаха. Скажу несколько таких для итога первой главы, несколько важных вещей, которые для людей, людей, ну, вот со стороны они слушают эту историю, думают, что непонятно вообще, какая история. Бог сотворил мир, сотворил мир, да. А теперь, а человек пошел против Бога? Да, человек пошел против Бога. Странно это, как это вообще, как это понять? Значит, понять это очень просто, что Бог дал человеку свободу выбора. Свобода выбора – это как раз возможность идти к Богу или против Бога. Теперь человек эту свободу выбора реализовывает в рамках, ну, он выбирает. Ну, вот смотрите, например, если вам говорят, вот, там, дай, пожалуйста, мне 100 долларов, или я тебя убью, то и с пистолетом стоит рядом с вами человек, который, если вы не дадите ему 100 долларов, он вас убьет. Я думаю, что большинство людей даст 100 долларов, и не будут даже это считать выбором. Они скажут, у меня была безвыходная ситуация, я не мог не дать 100 долларов, ну, как, или меня убьют. А кто-то скажет, да не, у тебя выбор был-то, ты же мог бы сказать, не дам, убивайте. Выбор – это когда у тебя есть две равных возможности, и ни одна из них особо не перевешивает другую. И вот в первом человечестве, почему Бог стер первое человечество, там выбор был неравный, потому что сила земли и сила через землю животной части в человеке была настолько велика, что он не мог выбрать божественное. То есть у него было тысяча лет жизни, у него были возможности менять мир так, как он хотел. И это такая была сила, и такая была, ну, как бы, самоуверенность, и такая была совершенно полная убежденность в себе, что выбрать Бога было очень сложно, ну, практически невозможно. Это не был равный выбор. И Бог, видя, как люди выбирают, они знали о Боге, при этом они знали о Боге, но они выбирали идти по влечению своего сердца. Теперь, чтобы еще лучше понять эту ситуацию до потопа, что это был за плод, дерево познания добра и зла, которое они съели, стали смертными, и все изменилось. Значит, когда они были в раю, у них было абсолютно ясное восприятие реальности, абсолютно ясное, вот, что вижу, то пою. То есть было абсолютно, он видел суть вещей, но не но, а только суть вещей. Видел Адам Решон, первый человек. И там было такое дерево в саду, какое-то галлюциноденное это дерево. У мудрецитуры есть четыре разных традиции, что это было за дерево. Но самое такое близкое, это виноград. Но напомню, это не тот виноград, который есть сейчас, хотя сейчас из винограда делается вино, которое тоже меняет сознание. Но тот виноград, очевидно, был, очевидно, он был, сразу его съедаешь, и сразу голову сносит. И вот там был такой виноград, который был как яд такой, да, как галлюциноденное, как ЛСД. Назовем это так. И змей этот, который был... Знаете, животные, они знают, где какая травка, где какое-что. Змей был говорячий, тогда все были на ступеньку выше, чем сейчас. И змей говорит, когда вы вот от этого дерева поедите, то вы станете как Бог, создающий добро и зло. И когда они поели от этого дерева, то оказалось, что Бог сказал, они теперь стали как один из нас, знающий добро и зло, и, значит, и изгнал их из рая. Так что это было за дерево? Бог, какое главное качество Бога, да? Он творец мироздания, он создатель. Как он творит мироздания? Он творит мироздания через подумал, сказал, появилось. То есть это мы видим вся вот первая глава Брешит. Его как бы и увидел Бог, и это хорошо, и сказал Бог, и стало так. То есть через мысль и через потом слова все появлялось. Теперь человек, когда съел от этого дерева, он получил это же качество, божественное качество сотворения, и он начал выдумывать. Сразу после того, как они съели от этого дерева, то они были голые и не стеснялись. Почему? Потому что вот голый, и все. Вот голый, и все. А когда у человека появляется возможность ледомьен, воображение, выдумывать, представлять, добавлять, творить, да, то, что мы делаем все время в мыслях, мы все время добавляем к словам, к миру, к картинке, мы все время добавляем свой комментарий какой-то. И мы представляем, человек один хочет одно, другой другое, один называет добро злом, а второе зло добром. Это все сила воображения, все живут в воображении. Так вот до того, как они съели от этого дерева познание добра и зла, у них не было воображения, они видели, как есть. Вот вижу, и все. Теперь, но так как у них, Бог вдохнул в них свою душу, и когда у них появилась сила воображать, они тут же начали выдумывать себе разные, вау, мы голые, и что, стыдно, а что тебе стыдно? Потому что, и тут пошла раскадровочка, да? То есть у каждого голое тело вызывает свою раскадровку, и у кого-то голое тело вызывает раскадровку одну, у кого-то другую, и для кого-то это добро, для кого-то это зло. Вот у них появилось вот это качество выдумывать, выдумывать мир, выдумывать определение. И, значит, до этого это качество было только у Всевышнего, который с помощью этого качества создавал мироздание. Но когда у человека появилось это качество, до чего они додумались? Они вся плод на земле извратила свой путь. Они додумались, что оказывается, вот сейчас мы видим, какое проявление этого качества, какой-то шизанутый человек, да, абсолютно шизанутый. Он говорит, вы знаете, говорит, вот я не могу понять, кто я, я как-то не понимаю, может я мужчина, может женщина, может я мужчина, который думает, что он женщина, а может я женщина, которая родилась мужчиной, поэтому я сейчас не могу определиться, кто я. Но я вам так скажу, давайте мы это сейчас узаконим, что не только я не могу определиться, а мы сейчас делаем 7 родов, и пускай определяются дети, потом они пускай определятся. Как потом определяться? А вот так вот, мы будем называть ребенка оно, но это же его совсем не путает. Будем называть его оно, а потом, когда оно станет взрослым, пусть оно и решит, кем оно себя видит. То есть полный вообще, ну это же сумасшествие, это полное такое, знаете, ну совершенно шизофрения в чистом виде, да? Но сейчас мир, как бы люди такое оно придумывали, другие люди это узаконили, третьи люди выходят за это на демонстрации, четвертые люди говорят, это зло, и против этого воюют. Это как раз вот то, чего Всевышний не хотел от человека, чтобы люди выдумывали вот эти все сумасшедшие идеи, и воплощали их в жизнь. Поэтому, когда первый человек и его жена это сделали, то они спустились на ступеньку ниже, чем они были до этого, и значит, но они продолжали выдумывать. Каин выдумал, что для него лучшим вариантом будет убить своего брата Эвеля, потому что Бог принял жертву Эвеля. Но это же сумасшествие, он же мог бы выдумать другой вариант. То есть всего лишь Эвель принес жертву, которая Богу больше понравилась, и Каину Бог сказал, что если ты хочешь, ты можешь действовать точно так же. Но Каин выдумал, что добром будет убить Эвеля. То есть это вот как раз было последствия, последствия того, что они съели от дерева познания добра и зла. Теперь человечество развивалось в направлении, когда каждый выходил из всех рамок, каждый выдумывал свои рамки, каждый говорил, что мое мнение важнее, чем мнение всех остальных, и мы дошли до того, что Всевышний сказал, что то мироздание в том формате, в котором я его создал, люди выбирают плод. То есть все пошло в сторону зла, поэтому я сейчас стираю, и мы переходим в глава Ноах. Глава Ноах. Элла талдот Ноах. Вот родословие Ноаха. Ноах иш цадик Тамим, аябе даратав. Ноах, он был человеком праведным, и Тамим – это чистосердечный. Он был праведным и чистосердечным в его поколении. И перед Всевышним, перед Всесильным, и Талех Ноах. Перед Всесильным ходил Ноах. Мы здесь видим три его характеристики. Первое – это он был цадик. Второе – праведник. Он был чистосердечный. Третье – добавляет нам Тора, что это в своем поколении. И четвертое – что он перед Всесильным ходил Ноах. И вот здесь очень интересный момент. В Устной Торе мудрецы спорят. Когда написано в своем поколении, что имеется в виду? Что если бы он был в другом поколении, в поколении Авраама, он был бы еще больше праведник? Или если бы он был в поколении Авраама, он был бы меньше праведник? Он вообще не был бы праведник. Одни говорят, что то, что написано в поколении, это значит, что если бы он был в поколении Авраама, он был бы меньше праведник. А другие говорят, был бы больше праведник. И здесь очень нужно понять нюанс этот, который для нас очень важен. Вот смотрите. Как человек становится праведником, если мы зададим этот вопрос? Праведником он становится по собственному выбору. И второе, у него есть какая-то внешняя поддержка, чтобы быть праведником. То есть, тут есть два вот этих вот важных параметра, как быть праведником. Например, если, например, Хана Хайдер, она решит стать праведницей, вот искренне решит, и она для себя примет решение на тысячу процентов, действуя только по Торе, то это будет 50 процентов успеха. Но если у нее появится какой-то духовный учитель, раввин, который будет ей помогать, который будет ее направлять, который будет ее поддерживать и так далее, то тогда вторые 50 процентов тоже добавится. И тогда она будет праведником. Теперь Ноах, мы знаем, что он был один, не было вокруг ни одного больше праведника. И задается вопрос, если бы он был в поколении Авраама, когда он видел бы Авраама, у него был бы как учитель, когда были бы другие праведники, это помогло бы ему или это не помогло? И тут есть такое очень красивое сравнение, Саба Миновардак, он сказал, что, смотрите, говорит, вот если человек едет во время войны в первом классе в вагоне, да, он жил во время Первой мировой войны, то мы не знаем, или он богат, или не богат. Может, просто не было билетов, и это был единственный способ ехать, поэтому он в первом классе. Но если он в мирное время едет в первом классе, значит, он богат, у него есть достаточно свободных денег, и он может себе позволить ездить в первом классе. Теперь Ноах был единственный в то время праведник, и, возможно, у него выхода другого не было. То есть, он понимал, что если я не буду праведником, мир исчезнет. В этом случае, значит, он был вынужден быть праведником, а во времена Авраама, может, он бы решил бы, есть Авраам, есть другие праведники, я могу отдохнуть. То есть, они спорят вот по его психологическому настрою, почему он решил быть праведником. Еще, если интересно, на второе слово обратите внимание, что он был чистосердечный. И об этом говорят так, что если бы он был во времена Авраама, когда праведность ценилась, Авраам его называли, что ты, значит, как его называли, носи элоимата, что ты князь богатый. Его уважали Авраама, его почитали, он был богатый, он приходил. То есть, люди уже в то время, когда был Авраам, они праведность ценили после потопа. Но когда был Ноах, он был вообще абсолютно изгой. То есть, мир, они жили по тысячу лет, они могли менять вообще все мироздание. И Ной, который был просто простым, нормальным человеком, который не делал зла, который ничего особенного не стремился, он себе жил спокойненько, да? Он был такой, как вообще, ну, изгой. И чистосердечный, это когда человек служит Всевышнему во имя Небес, Лишем Шамаем. То есть, без всяких дивидендов в этом мире, без почета, без славы, без уважения. Потому что, когда человек в этом мире, он дает деньги, например, на синагогу, и его потом вешают вот такую табличку, то здесь есть, с одной стороны, вот духовное достижение, он дает деньги. С другой стороны, он получает почет и уважение, что очень приятно. И вот здесь, насколько он чистосердечный, сколько в его сердце желания давать и выполнять заповедь ради заповеди, ради Всевышнего, а сколько ради уважения, и ему приятно, есть вопросы, только Бог это знает. Но Ноах, мы знаем точно, что он был безупречный, и он это делал только ради служения Всевышнему. В общем, мудрецы, они как раз спорят о тех факторах, которые влияли на то, что Ноах был праведник и чистосердечный. И одни говорят, что факторы ему помогали, другие говорят, что факторы ему мешали. И если бы факторы ему... Ну, то есть, поэтому одни говорят, что то, что он был в этом поколении, вау, это вообще достижение. Другие говорят, ну, это только в этом поколении он был праведником, в другом бы он не был. Но ни те, ни другие не знают, как правильно, потому что мы знаем точно, что он был праведник, и он был чистосердечный. Но их рассуждение, их спор важен нам всем. Почему мы праведники, для чего мы праведниками? Ну, вот мы знаем, что он был праведник, перед Богом ходил Ноах, он выполнял то, что Бог ему говорил делать. То есть, заповеди, которые были даны еще первому человеку, это нельзя брать чужое, нельзя убивать. То есть, он выполнял простейшие вещи, которые все человечество не выполняло. Значит, что они делали? Тишахет, это было идолопоклонство, то есть, они служили, но на их уровне, когда они своими мыслями могли менять реальность, они создавали условия, при котором идолопоклонство начинало влиять. Что это значит? Вот смотрите, изначально есть Бог, Творец, да, Бог, тот, кто сотворил все мироздание. Есть всесильные, это уже само мироздание, которое действует по законам Бога, в котором есть все силы, все законы природы и так далее. Это все проявление Бога, которое он сам создал. Теперь, что сделали поколения, которое было первое поколение до потопа? Они посмотрели на все эти силы и говорят, да, это Зевс, это Шмевс, это Купидон, это Шмупидон. То есть, они начали давать проявлениям Всевышнего свои названия и говорить, вначале они говорили, ну, мы знаем, что это Творец-Создатель, он создал эти силы, но потом они говорят, Творец остался от Творцов, как древние греки, то есть, он сотворил и все, и отдыхает, а эти силы, они самостоятельные. И они начали поклоняться отдельно вот этим вот силам, которым они своим поклонением, своей верой в то, что эти силы, они что-то могут делать, они давали, то есть, они давали, они действовали в этом мире, исходя из предположения, что эти силы могут, имеют силу. А так как человек, это как по образу и подобию Бога, то их вера, она мир полностью извратила, то есть, они служили идолам, а вода зора, и они занимались развратом. Это тоже второе значение слова «извратилось». Значит, есть, Бог создал взаимоотношения между мужчиной и женщиной для того, чтобы он им сказал, значит, наполняйте землю, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Когда эти отношения, они используются для других целей, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, мужчина с животным, животное с женщиной и так далее, это все называется разврат и извращение. И это то, что они все делали, живя тысячи лет и наслаждаясь своей жизнью. И наполнилась земля Хамасом, наполнилась земля Хамасом. Хамас – это грабеж. Значит, эгоизм, он проявляется в том, что человек, который видит только себя, он хочет забрать у других людей все, что можно забрать. Это могут быть деньги, это может быть время, это может быть, ну, все, что угодно. То есть, и они занимались тем, что забирали друг у друга то, что видели, и, значит, потом с этим, значит, занимались развратом. «Вайра-элоим-эта-арец ве-ины-нишхата» И увидел Бог землю, и она извратилась. «Ти-ишхид-коль-басар» Потому что каждая плоть извратила свой путь на земле. Значит, еще раз напоминаю, как мы учили в глава «Недельная Берешит», что земля, человек взят из земли, из праха. То есть, вначале была создана земля, неживая природа. Потом неживая природа, второй путь была, растительность создана. Третий этаж, были созданы животные. И все это одно связано с другим, одно вытекает из другого, и все это связано и питается силой земли. И идет солнце. Солнце дает свет, энергию. Земля дает вещества. Вместе трава, природа, вот эта растительность, да, она забирает силу земли и света, и вырастает. Животные, они забирают эту силу, переваривают ее, домашние животные. И дети, и животные, переваривают домашних животных. И дальше человек на вершине этой пирамиды, он отражает в себе всю вот эту вот пирамиду, да, всю эту цепочку. То есть, эти есть, отражаются качества всех животных. Получается, что на тот момент земля давала силу, то есть, от земли шла сила определенная. Она через животные попадала потом к человеку. Если мы знаем, что было до потопа, мы знаем, что было до потопа. До потопа были динозавры, страшные вот эти все животные, такие жуткого вида, да. До потопа были растения какого-то совершенно невероятных там размеров. Эта земля давала вот такую вот силу им. И человек, он был отражением всех вот этих вот динозавров, вся этой вот истории. Человек, он был такой же, да, по качествам своим. И когда все извратило свой путь на земле, и сказал всесильный, ли Ноах, он сказал Ноаху. Ной, да, на русский его переводят. Кет сколь басар бали фана. Он говорит, все, это конец. Конец всякой плоти пришел передо мной. Она извратилась. Это как раковая такая опухоль, которая поразила все живое. Наполнила земля грабежом. Из-за них, и вот я, значит, Машхитам, это Ариц. И я уничтожаю землю. То есть, все шло от земли. Как бы изначально вся эта сила была заложена, программный код был заложен в земле. И он говорит, я сейчас стираю землю. Я помню, когда-то я студентам эту главу рассказывал лет 20 назад. И один студент говорит, я знаю, что Бог сделал. Он решил перепрошить софт. То есть, когда в телефоне, в смартфоне, в компьютере он начинает глючить, такое слово есть, он начинает плохо работать, то надо перепрошить софт. Программное обеспечение перепрошивается. Ставится новое программное обеспечение, и оно начинает работать. Так он говорит, что вот тут, когда этот был отрывок, я помню, он сказал, все, Бог решил перепрошить софтину. Я еще не понял тогда это слово, софтину, он софт называл софтиной, программное обеспечение. И дальше он сказал, он сказал, что, ноаху он сказал, что делать, сделай себе ковчег из дерева гофер, сделай его. И дальше он объясняет, какой должен быть ковчег, что он должен быть, 300 локтей, длина ковчега, это 150 метров примерно, да, 50 локтей ширина, 30 локтей высота. А наверху должно быть такое, как окно. Значит, он ему объяснил, как сделать этот ковчег. А я вот, он говорит, в Ани и Нене, мы видим Амабуль, а я навожу потоп. Амабуль, это потоп, как такой, как цунами, но когда вся земля поднялась, дальше мы узнаем. Потоп воды на землю для того, чтобы стереть всю плоть, в которой есть дух жизни. И, значит, все, что на земле поднимет, он сказал, я все сотру. В Акиматеет, Бреси и Тах, он сказал, а я установлю свой союз с тобой, с Нохом. Убата эля тайва, и придешь ты в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих. Значит, и от всего живого возьми по всякой твари по паре. Помните это вот отсюда как раз. От всего живого. У Миколь Ахай, от всего, в чем есть жизнь. Миколь Басар, от каждой плоти. Возьми Шнайм, возьми двоих. Миколь, от каждого вида возьми двух особей. Мужского и женского пола будут они. То есть, нужно было выбрать тех, которые не испортили свой путь, которые были еще нормальные. От птицы по виду ее и так далее. Возьми от всего живого. И возьми пищу, которую они едят, чтобы было тебе и им в пищу. Ваяас Ноах кеколь ашер сева ото элоим. И сделал Ноах все, как приказал ему всесильный кеноса. Так он и сделал. В этом и есть суть праведности. Делать то, как Бог сказал делать, так мы и должны делать. Все. Спасибо вам огромное за то, что присутствовали сегодня на уроке. Давайте сделаем выводы. Какие можно сделать выводы. Что в служении Всевышнему важно быть сосредоточен. Но в чем был молодец? Он был сосредоточен на служении Всевышнему. Он делал то, что Всевышний сказал делать. Он был томим. Он был чистосердечен. Он это делал ради служения Всевышнему. И он один остался на земле. Его потомки мы все потомки Ноаха. То есть, вот все человечество сегодня. Мы все потомки Ноаха. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И чтобы мы в этом вот человечестве, которое тоже сейчас во многом извращает свой путь, чтобы мы остались, шли по прямому пути. По прямому нормальному. Классика. Чтобы вы были стрейт, классические, прямые, чистосердечные. И служили Всевышнему. Всем удачи, успехов. И чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Урок Лерри Фашлама. Чтобы было полное выздоровление. Моши Бен Ирина. Рита Бадбася. И все, кто сейчас, чтобы выздоравливающие все ваши близкие, чтобы тоже они выздоровели. И, значит, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Для вашего блага. И, естественно, мы все молимся за то, чтобы война быстрее завершилась. И чтобы наступил мир. И радость. И, в общем-то, все люди нормальные, хотят жить, радоваться мирно. Мирно и хорошо. Все. Удачи, успехов. До завтра. Продолжение следует.